Ну что ж, друзья, действительно, напоминаем еще раз, что у нас сегодня совсем необычный, не совсем обычный эфир, можно и так сказать, будет. И мы действительно пригласим себе компетентных людей, которые смогут нам пояснить ситуацию относительно единого государственного экзамена и относительно того, насколько, например, изменились, может быть, вступительные экзамены, что с собой влекут в высокие баллы по ЕГЭ. Да, и какие-либо годы будут существовать, сколько стоят, и можно ли сэкономить на высшем образовании. В общем, предлагаем вам дозваниваться. Если это не высшее образование, да. Ну, в общем, у нас много тоже самих вопросов. Код телефона 236 95 37, код города 391, это номер прямого эфира, именно по нему, по этому номеру мы будем принимать ваши звонки и ваши вопросы интересующие. Уже совсем скоро сможем пообщаться с людьми, которые ответят наверняка на любой из ваших вопросов. А также 9020 пишите сюда в адресе, в строке «Кому?» ставьте остров для того, чтобы сообщение дошло. И ваш вопрос мы зачитаем, и специалисты ответят компетентно, это мы тоже можем гарантировать. Но наша корреспондент и коллега Надежда Семедяева отправилась в институт искус, чтобы узнать, а как на театральный факультет сейчас принимают, и каких вообще ждут оценок, и нужно ли туда ЕГЭ. Я не знаю, Сергей, ты когда поступал на театральный факультет, приносил ЕГЭ? Нет, не требовалось, но тем не менее сейчас узнаем, что требуется для абитуриента, для того, чтобы стать, ну скажем так, получить профессию мечты. Актера. Доброе утро, Сергей и Наталья. Хочется сказать, что начинающие актеры те самые люди, которые могут смело говорить «Мама, не нужна мне твоя математика, я стану артистом». Ну а более, кстати, мы находимся в институте искусств, и за нами проходит практическое занятие по сцен боя, но это станет нашим сюрпризом во второй части включения. А пока всё-таки про результаты ЕГЭ, и подробнее об этом не расскажет мой спикер Лилия Ринатовна Строй, это первый проректор института искусств. Лилия Ринатовна, так всё-таки ЕГЭ влияет на поступление, результаты ЕГЭ на поступление к вам или нет? Доброе утро. Я, конечно, не стала бы умалять значение математики, тем не менее, для поступления в Красноярский государственный институт искусств нужно принести результаты по единому государственному экзамену по двум предметам. Это по русскому языку проходной балл, не менее 38 баллов, и по литературе проходной балл, минимальный балл, то есть для поступления, это 40 баллов. Конечно, результаты ЕГЭ влияют, потому что после того, как вы принесли результаты ЕГЭ, вы начинаете вступать в такую творческую конкурсную ситуацию. И после того, как вот этот творческий конкурс завершился, то считается общее количество баллов, и тут, конечно, единый государственный экзамен, он может сделать свою роль. Либо принести вам победу в этой творческой борьбе, либо ситуация будет более сложная. А вообще, какие испытания вы приготовили для абитуриента? Творческие испытания для каждой специализации, они, конечно, различные. Музыканты играют в специальную музыкальную программу, которую они готовят для поступления в ВУЗ. Актерское мастерство, но мы знаем немножко из кинофильмов, как это происходит. То есть они читают либо какой-то литературный отрывок из литературного произведения, либо басню. Есть хореографическое направление, и хореографы, они тоже готовят программу свою. То есть подготовка вот к этому центральному событию года, к приёмной кампании, она началась, и она готовится всеми. И вузами, в том числе нашим вузам, и, конечно же, абитуриентами, которым мы все пожелаем удачи. Ага, ну у нас осталось совсем немного времени, и теперь тот самый обещанный сюрприз. Итак, господа, практическое занятие по сцен бою. Смотрим на эту сценку. А комментировать мне будет Дудкин Александр Иванович, преподаватель сценического боя и сценического движения. Александр Иванович, что происходит? Добрый день, сейчас происходит, мы сыграем небольшую сценку по сценическому бою без оружия. Сценочка называется у нас «Пионеры». Ну, такое рабочее название. Это два пионера поссорились. Девочка и мальчик, которые, в общем-то, оп, хорошо, которые друг к другу относятся... С любовью или всё-таки с ненавистью? С любовью, с любовью. От любви до ненависти – расстояние, короче, воробьиного носа. Ага. Александр Иванович, нас сейчас скоро уберут, мы ещё пару секунд видео показать попросим. Расскажите, это же больно, мне страшно с девчонку её... Нет, это не больно, это и... Ну, страшно маленько, но не больно. Дело в том, что сценический бой – это фокус, в котором участвуют двое. Александр Иванович, об этом можно говорить часами, я подозреваю, но у нас забирают возможность поговорить в прямом эфире, поэтому с вами студия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова